Друзья, всем привет! С вами снова интернет-магазин Antilife.com.ua Александр И перед вами модель под названием THL-T5 Это бюджетный смартфон от компании THL Двухъядерный, с двумя камерами С хорошей операционной системой Оптимизацией ее под игры И цена в Украине за эту модель порядка 125 рублей То есть из наличия у нас в Украине Давайте рассмотрим стандартно комплект поставки Вот такой вот коробки поставляется смартфон Вот все его технические характеристики Здесь двухъядерный Ну и тому подобное Я об этом чуть позже расскажу Значит, что у нас есть в комплекте? В комплекте у нас есть вот такая вот оригинальная пленка Оригинальный бампер Гарнитура И вот такая вот стандартная зарядка с USB кабелем Непосредственно про смартфон, про его внешнее качество Внешние характеристики Смартфон имеет экран размером 4,7 дюймов Спереди дисплей защищен стеклом закаленным У нас есть фронтальная камера на 3 мегапикселя Есть динамик Есть три сенсорных кнопки Меню домой-назад Обращаю ваше внимание на то, что здесь нет Индикатора пропущенных вызовов, пропущенных звонков Здесь обязательно вот там не видно Но он есть датчик приближения, датчик освещения С этого бока качелька громкости Больше, собственно, ничего здесь нет Сверху разъем под зарядку И для наушников стандартный С этого бока есть у нас кнопка включения-выключения Снизу микрофон И открывашка крышки задней Задняя камера у нас на 5 мегапикселей Логотип THL Есть вспышка, есть динамик Все вот эти вот надписи от THL Крышка выполнена из пластика Пластик такой Не глянцевый, не матовый Такое что-то необычное, непонятное Сама модель, я думаю, вы уже так догадались Посмотрели по внешнему виду Смартфон очень похож на THL W200 Практически брат-близнец Только младший брат и более дешевый Под крышкой у нас есть Две сим-карты Больших, стандартных Есть слот под microSD карточку Видим название модели THL T5 И аккумулятор у нас на 1950 мАч Смартфон THL T5 Давайте рассмотрим его технические характеристики Через программку Antutu, как я это всегда делаю Значит, это двухъядерная модель Бюджетная на процессоре MTK6572 Набирает в Antutu Вот 10 864 422 Android Двухъядерный процессор 1300 МГц Максимальная частота работы Здесь 4 ГБ встроенной памяти И всего лишь 512 МБ оперативной Камеру пишет 8 Мп Но от производителя заявлено 5 Мп Графический ускоритель Мали 400 Разрешение экрана 960 На 540 Напоминаю, что размер экрана 4.7 И у нас матрица IPS За 125 долларов в Украине Также давайте рассмотрим, какие датчики есть У этого смартфона Я тестировал Не заметил никаких багов в работе Wi-Fi Точнее Сила приема Мощность приемника Отличная То есть GPS Также работает отлично Датчик приближения Также работает Более чем корректно Все отлично делается Датчик освещения Тоже работает Автоматической яркости Вспышка у нас есть в этом смартфоне Вспышка Такого очень слабенькая Очень среднего уровня Но это не камерафон И давайте через Antutu Tester Посмотрим еще Количество касаний Здесь 5 касаний То есть для бюджетного смартфона Это очень хорошо Что касается экрана Экран здесь Классный Мне действительно он понравился За эти деньги То есть Действительно Это IPS матрица Шикарная яркость Он очень яркий Очень такие сочные цвета Все смотрится супер Нареканий по экрану У меня не возникает Абсолютно никаких Да смартфон не такой резвый Здесь всего лишь 512 оперативной памяти Иногда менюшки так подлагивают Ну Как бы ничего с этим не поделаешь Вот такая вот работа у него Прошивка на полноценном Русском языке Обновленный 4.2.2 Android Одна из самых последних версий Которая есть На вот этих вот Китайских Бюджетных устройствах Таких как THL То есть новее Я пока прошивки вроде бы не видел Точнее версии Android Меню все на русском Здесь все стандартно Раз уж я зашел в меню Заходим в память Обращаю ваше внимание на то Что у меня стоит карточка памяти На 16 гиг И смартфон с ней Отлично работает То есть можно устанавливать Все программы Игры Там большой кэш На эту карточку памяти То есть то что здесь 4 гига Это абсолютно не минус Это стандарт И за счет карточки Вы сможете работать без проблем По производительности Модель Имеет в принципе Нормальную производительность Этот процессор Можно приравнять К процессорам MTK6577T Те которые были с частотой 1.2 гигагерца Вот примерно то же самое Единственное что Здесь 512 мегабайт оперативки Я уже говорил о том Что экран очень классный Мне он очень нравится Давайте посмотрим Углы обзора Что этот экран Нам может показать Как он работает С этими углами обзора Ну то есть яркости Вы уже увидели Что яркости ему хватает То есть здесь все Шикарно Все классно По поводу углов обзора То есть они хорошие За эти деньги я считаю Достойно все Но скажем так Есть некое Некое преломление цветов На камеру Вот сейчас это видно Ну это например Не так как было В One M7 Модель была такая Была тоже Одна из самых бюджетных Четырех ядерных Ну там конечно Экран был Вообще очень плохой То есть Даже было некомфортно Работать с таким экраном Здесь все абсолютно комфортно Я этот телефон Довольно таки Долго тестировал Меня в принципе В этом плане В плане экрана Все устраивает Если смотреть Вообще прямо на экран То краски шикарные Цветопередача Тоже отличная Что касается Воспроизведения видео Какие форматы Вот MX Player Мой Full HD Видео Запускается Работает Но вот видите Подтупливает Ну в принципе На таком экране Даже это Full HD Оно не нужно Можно смотреть Любые Нормальные Там фильмы В формате HD То есть Это 720p Можно запускать Вот мои обзоры Тоже Немножко Full HD Подтупливает Что касается Современных игр И Какие игры Запускаются Какие не запускаются У меня установлен Dead Trigger 2 У меня установлен Real Racing У меня установлен Asphalt 8 Modern Combat Most Wanted Практически Все эти игры Запускаются Asphalt 8 Почему-то Не хочет запускаться Наверное Какое-то там Требование У него есть К оперативной памяти То есть Я играл И в Dead Trigger Давайте смотреть В принципе Для игр Смартфона Хватает Пусть Не всегда На максимальных Настройках Графики Но Как бы Это и не того Уровня Смартфон Чтобы на максимальных Настройках Графики Играться Давайте смотреть Dead Trigger 2 Я для удобства Скажем так Мне комфортно Играть Допустим В эту игрушку С минимальными Настройками С автоматическими Но Как бы Тем не менее И на максимальных Настройках Эта игрушка Тоже Запускается Хорошо По поводу Звука Когда Вот У смартфона Уровень Звука Качельки Громкости Низкий То практически Ничего не слышно Только Когда я там Делаю Немножко Повыше Звук То начинает Конечно Он громко Играть Но Я не заметил Того уровня Громкости Который Я хотел Того качества Точнее То есть Да Он громко Играет Но Особо Чистого Звука Я здесь Не услышал Вот Dead Trigger Ну Немножко Такие Рывки Есть Такие Рывки Наблюдаются И на Максимальных Настройках В принципе Это не особо Влияет На Игру На Сам Процесс Все Удобно Все Хорошо С Тэшскрином Никаких Тут Багов Нет Тэшскрином Тэшскрином Модерн Комбат Идет Отлично Хоть и уровень графики Не особо высокий То есть Нет этих всех спецэффектов Нет Этой всей Красоты Однако По поводу игр Не могу сказать Что смартфон Во время игры Сильно нагревается Вот эта вот Задняя часть его Абсолютно нормальный уровень Руки не обжигает То есть Здесь все супер Здесь все очень гладко Одно из моих основных требований Которое Всегда было И всегда будет Это работа Смартфона В плане автономности С аккумулятором В данном случае 1950 мАч Отрабатывают свое Давайте посмотрим Какие тесты Мне удалось сделать Во-первых Мои тесты Через Antutu Тестер 535 баллов Это нормальный Стандартный Показатель Для такого Размера экрана Для такого Процессора И для такого Аккумулятора То есть Это в принципе Хороший показатель Синтетический Тест А вот теперь Тест Который Не является Синтетическим Со 100% В общем До 2% 4 часа 12 минут Он у меня Проработал Это было Воспроизведение Воспроизведение Фильма С максимальной Яркостью Даже на Программном уровне И также Обращаю ваше Внимание На то Что Диаграмма Работы Аккумулятора Свидетельствует О том Что Аккумулятор Не скачет Аккумулятор Хорошего Качества Прошивка Сделана Таким образом Чтобы все было Хорошо Поэтому Вы можете Спокойно Со 100% До 0% Его разряжать Не боясь Что допустим На 15% Он у вас За минуту За 2 Разрядится в 0% Это плюс Что касается Работы GPS GPS Тут Также Отличный Никаких нареканий У меня В этом плане Нет Ловит Спутники Ловит Их Быстро Ловит Их Много А поэтому Работа С какими Программами Программами Стандартный Уже Фотографировал Сразу Сразу Это все То есть это HD Качество Для такого Уровня Смартфона Это нормально То есть это Первый момент Который Мне не нравится И второй Момент Наверное Такой Самый Значимый Баг В этом Смартфоне Который Я успел Увидеть Как вы Могли Только что Видеть Если Внимательно Смотрели Я Когда Нажимал Фото Точнее Я нажимал Видео Я несколько Раз Нажал И он Не с первого Раза Отреагировал Вот и Сейчас Смотрите В этом В этой Стороне Экрана Вот я Могу Несколько Раз нажать Вот я Нажал Но не Среагировал То же Самое Касается Тех Моментов Допустим Когда Мне нужно Скачать Какую-то Программку Через Play Market Например Ну любое Что угодно Сейчас Вот Скачаю Вот Установить И здесь Снизу Открывается Мне вот Такая Вот Кнопочка Принять Иногда Приходится Несколько Раз Классать Чтобы Оно Приняло Эту Закачку Вот Такой Нюанс Он Работает И в камере Работает При этом Тачскрин Абсолютно Рабочий Я думал Что может быть Это какой-то Брак Чтобы Не наговорить Лишнего В обзоре Я взял Такой же Телефон Эту же Модель С нашей Поставки И вот То же Самое Было При этом Тачскрин В этом Месте Снизу Вот в этих Всех местах Абсолютно Рабочий Здесь нет Никаких Мертвых Зон Реагирует Он На каждое Нажатие То есть Это такой Скорее всего Я склоняюсь К тому Что это Баг Софтовый Даже Такое Может быть И это Может быть Все связано С прошивками Это может Быть Все связано С софтом Даже Вот такие Вот Небольшие Проблемы Что Что ж Буду Подводить Итоги Мне Смартфон Очень Понравился При цене В Украине 125 долларов Эта модель Вам Подарит Отличный экран 4.7 дюймов С отличной Цветопередачей Этот смартфон Вам подарит Возможность Игры В любые Современные Игрушки Только Некоторые Из них Будут Там Как-то Не запускаться Или что-то Такое То есть Подтупливать Но этот Смартфон Стоит Этих Денег По Корпусу Эта модель Повторяет Дизайн Течель W200 Нет Тут Никаких Таких Моментов По Корпусу То есть Ну Если Наперегиб То Немножко Иногда Смартфон Конечно Может Подхрустывать Но В целом Мне Все Очень Понравилось Прошивка Работает Стабильно Нет Никаких Вылетаний Никаких Багов Сколько Работал Я То есть Это Такая Рабочая Лошадка С Хорошим Аккумулятором С Очень Средненькой Камерой С Никакой Вспышкой С Багом Вот Этой Кнопочки Снизу Но В принципе На Пользование На Эксплуатацию Это Не Влияет Это Вот Только В тех Двух Местах Которые Я Заметил Для Себя Я Считаю Что Это Абсолютно Несущественно На этом Все Спасибо За Модели С Вами Был Интернет Магазин Antilife Кум Е Александр Обращайтесь Звоните Пишите Всего Доброго